Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Все эти ссылки переходящие на внутренние страницы. Вот я перешел в магазин. Вот я перешел в доставка. А что если мне надо в это меню добавить еще один пункт меню где угодно, который будет просто прокручивать вниз до страницы. Скажем, вот я есть на главный. Я хочу, чтобы прокрутило до какого-то блока. Причем это меню, которое я сейчас вот здесь рядышком добавлю с прокруткой, не обязательно оно должно прокручивать на главной странице. Я могу находиться на главной, видеть пункт меню, но при нажатии на этот пункт, который сейчас мы с вами создадим, у нас может быть открыта внутренняя страница и тут же прокручена вниз до нужного момента. Я покажу на примере главной страницы. По тому же принципу можно сделать прокрутку, чтобы переходила на какую-то внутреннюю страницу и сразу же прокручивала. Давайте посмотрим. Сначала я зашел в режим редактирования главной страницы. В самом низе я добавляю колонку и хочу, чтобы сюда прокручивало. Здесь есть такая плитка темная. От Вудморта они все темные такие, черные, серые. Находим. На ней прямо изображен якорь. Якорь на навигации. Просто перетаскиваем туда. Размещаем там, куда нужно, чтобы прокрутило. То есть, допустим, контент будет под ней. Или можно просто якорь поднять выше. Тогда я хочу, чтобы прокрутил к этой таблице. Итак, смотрите, что здесь мы можем настроить. Смещение в пикселях. Можно оставить по умолчанию, можно поставить ноль. Посмотрите, как будет лучше прокручивать. Здесь настроек особо нет. Только задаем английскими буквами без решетки. Здесь указано, какие символы можно использовать. Здесь можете поменять. Но я оставлю вот такой. Теперь вторым этапом. Здесь мы сохраняемся. Мы идем в меню, создаем меню и запоминаем вот этот вот, по сути, якорь, куда будет прокручиваться. Я иду в меню. Здесь я нахожу произвольная ссылка. Нажимаю. Текст ссылки я вставляю. Любой текст. Это название пункта меню. Вот здесь в ссылку я вставляю наш якорь. Но вначале обязательно я ставлю решетку. И я ставлю ту страницу. В данном случае у меня главная страница. Вот такая конструкция. Полный путь, адрес, главная страница, касая черта, решетка и название якоря. Если это внутренняя страница, ну просто проставляйте внутреннюю страницу полностью, адрес, а потом идет у вас то же самое. Но только на этой внутренней странице не забудьте установить якорь. Ставим, нажимаем добавить. Чтобы у нас работало, это еще не все. Мы раскрываем пункт этот меню. Так, давайте сначала мы с вами нажмем сохранить. После сохранения раскрываем. Видим все опции. И в самом низу, вот здесь видите, якорь страницы. Обязательно выбираем включено. И еще раз нажмем сохранить. Идем на сайт. Вот видим наше меню. И вот меню вниз. Я сюда нажимаю. И меня прокручивает к таблице, куда я и хотел. То же самое, если я буду находиться где-нибудь на другой странице. Вот портфолио. Я отсюда нажимаю вниз. Меня перенаправляет на главную и прокручивает автоматически сюда. То есть это очень удобно. Это можно сделать для любых страниц. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. То есть, никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok